Здравствуйте, друзья! Я Пиминов Михаил, профсоюзный активист. Уже более 10 лет я занимаюсь разработкой ПО в сфере ERP-систем. Недавно со своими коллегами Алексеем Кричко и Максимом Лобода мы провели стрим по вопросу, нужны ли IT-специалистам профсоюзы. Стрим длился аж 2,5 часа, а мы лишь слегка коснулись поставленных вопросов. Традиционно для вас мы подготовили итоги стрима. Поехали! IT-специалисты – довольно разношерстная компания. Среди них менеджеры, программисты, дизайнеры, HR-ы, аналитики и так далее, и так далее. Более того, эти группы еще дробятся на более мелкие. Например, разработчики классифицируются, например, back-end, front-end, desktop, devgame и так далее, и тому подобное. Также разнообразно выглядят их доходы. Медианные доходы по Москве 125 тысяч, по Питеру 100 тысяч, в регионах 70 тысяч. Что, как бы говорит нам, отрасль совсем не бедная. Денег навалом. Но, с другой стороны, размах выборки поражает. Это от 30 тысяч до 200 тысяч. То есть, с одной стороны, у нас люди буквально купаются в деньгах, когда, с другой стороны, с трудом сводят концы с концами. Картину со специалистами можно представить себе, как пирамиду, где на первом уровне находятся многочисленные джуниоры, студенты, стажеры. Там происходит настоящий жесткий махач, и компании очень часто злоупотребляют этой ситуацией. На втором уровне у нас находятся специалисты средней руки. Их немного, но и немало. И так как отрасль активно развивается, постоянно требуются новые люди, то обычно компании испытывают, скорее, дефицит таких специалистов. И на самом высоком уровне находятся высококвалифицированные специалисты. Уход такого сотрудника – это серьезный удар для компании, и они находятся вне конкуренции. Разброс зарплат и пирамида конкуренции обусловлены спецификой отрасли. Навыки и знания специалиста – это ключевые ресурсы для IT-компании. Чем выше квалификация сотрудника, тем сложнее найти ему замену, и тем дольше будет простой, тем больше убытков понесет компания. Но есть и другая сторона этой медали. Квалификация – она не статична. Развивается отрасль, совершенствуются технологии. И специалисту надо постоянно двигаться вперед, постоянно совершенствоваться, заниматься самообразованием. Если ты встал, остановился, ты потерял квалификацию. Вариация доходов обуславливает и плюрализм мнений. От IT – это суперотрасль, самая свободная, самая творческая, самая независимая. Айда всех программистов, да о господи, я думал, что рабский труд давно отменен. О проблемах отрасли можно говорить часами. Мы с товарищами попытались выделить основные. Это серое запе, это манипуляция с бонусами, это жесткие переработки, это отвратительные условия труда. Например, в офисе нет кофе-машины или печенек. Или это отвратительное отношение руководства к своим подчиненным. К этим пунктам я хотел присоединить еще вопрос о здоровье, сославшись на личный пример. Но только дорогой зритель Антон задонатил 50 рублей мне на новые органы, и поэтому, похоже, проблемы со здоровьем лишены. Многим людям профсоюзы представляются как бюрократические, заржавевшие, продавшиеся монструозные структуры, где человек вынужден ходить с заявкой от одной инстанции к другой. Другим профсоюзы представляются как команда юристов, которые оказывают консультационные услуги сотрудникам. Все это ничего не имеет общего с сегодняшними профсоюзами. Профсоюз — это не отдельная структура. Профсоюз — это работники, которые объединились, чтобы совместно ставить задачи, решать их и нести ответственность за них. Очевидно, что сейчас многие решают проблемы самостоятельно, предпочитая искать новую работу с лучшими условиями или договариваться с начальством. Эти методы выглядят эффективными, а текущее положение всего лишь неизбежным и временным, так сказать, ступенькой к светлому будущему. В качестве контраргумента я попытался доказать, что профсоюзы более эффективны с точки зрения скорости решения проблемы и снижения издержек и потерь. Однако вопрос все еще остается открытым и требует обсуждения. Проблемы, может, есть у него у всех, но совсем другое дело — общие интересы. Коротко их можно описать как здоровье отрасли в целом. Так, например, помощь новичкам в осваивании профессии, выработка общих стандартов, определение минимального уровня заработной платы или установление стандартов условий и режима труда. Некоторые коллеги метят еще выше, ставят политические задачи, например, защита независимости интернета или защита личных данных. Любопытными формами самоорганизации нам показались комьюнити — этакие предчечи отраслевых профсоюзов. Они могут на себя взять не только образование и выработку стандартов качества, но еще и защиту прав трудящихся. Собственно, такое продемонстрировало игровое сообщество, надавив на компанию Rockstar, чтобы та оплатила переработки своих сотрудников. Комьюнити нам показались настолько перспективными, что, возможно, мы снимем о них следующий стрим. Большое спасибо, что были с нами. Нам очень важно ваше мнение и ваши истории. Оставляйте их в комментариях под видео. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok